Подели, дели, дели Цену по четвертям подели Не откладывай сразу купи Подели, дели, дели С Подели от Альфа-Банка забирайте покупку сразу за четверть цены И платите без переплат равными частями Выбирайте магазины на подели.ру Как часто вы думаете о Римской империи? Факты говорят, что мы, судя по всему, думаем слишком часто На канале есть видео о легионере, видео об императоре, мифы о Риме, мифы о распаде Рима А недавно мы вообще выпустили книгу со своими мыслями на тему Что если бы Римская империя не распалась? Ее можно найти по ссылке в описании Ну а в ближайшие пару минут мы поставим вопрос ребром А что если бы Римская империя в принципе не существовала? Куда бы свернула история и сидели бы мы в своих уютных квартирах в этот осенний день? Как и во всех наших видео этой рубрики начнем с базы И разберем, насколько сложно путешественнику во времени было бы сделать так, чтобы государство Рим не существовало Начнем с простого Чтобы не появилась Римская империя, нужно, чтобы не появилась Римская республика Чтобы не появилась Римская республика, нужно, чтобы не было Римского царства Что же нужно сделать, чтобы предотвратить это появление? Ну, на самом деле вариантов масса. Первый проигрыш Древней Греции в Троянской войне или случайный шторм в Средиземном море. По легендам, именно троянские переселенцы, проиграв Греции, уплыли в Италию в поисках лучшей жизни и запустили цепочку событий, которая закончится основанием города Рим. Это, впрочем, все же легенды. И если у вас мало зарядов машины времени, проще действовать наверняка. Самая старая археологическая находка Рима – это квадратная поверхность из черного мрамора с милым названием Лаписнигер, которое мы, конечно же, осуждаем. Мрамор заложен как минимум в 600 году до н.э. и достоверно известно, что в это время Рим только-только слепился из разрозненных поселений на холмах Палатина, Эсквелина и других, из-за которых возникло прозвище города, как возникшего на Семи Холмах. Будущая столица огромной империи представляла из себя нагромождение кривых улиц с хижинами из ветвей, обмазанных глиной. Эпидемии малярии сопровождали жизнь раннего Рима как по часам, да и этнический состав города являлся сборной солянкой латинов, этрусков, греков и сабинян. Называли ли они себя в 600 году до н.э. римлянами? Безусловно. Но царств, подобных тогдашнему Риму, планета видела тысячи, и 99% их жителей после завоевания более сильным царством через пару лет спокойно называли себя гражданами уже другой страны. Не было бы абсолютно ничего необычного в том, что небольшой город государства Рим в отдаленной части Италии канул бы в лету. К примеру, от рук этрусков. Их цивилизация в первом тысячелетии до н.э. населяла современную Тоскану. И именно от этрусков римляне унаследовали гладиаторов, арки, колесницы и другие знаменитые атрибуты. На первых этапах римского царства ими вообще по факту правили ставленники этрусков. А позже, когда Рим с крючка начал слезать, страны не раз воевали. Проблема только в том, что этруски так и не смогли толком объединиться, и Рим их попросту ассимилировал. Но легко представить историю, где все случилось наоборот. Также легко представить, как галлы под предводительством Бренна в 390 году до н.э. уничтожают римское государство. Они, собственно, в этот год Рим захватили и разграбили. Ну, по крайней мере, так вам скажет учебник. В реальности галлы так и не смогли захватить Капитолийский холм, а об одной из атак римлян по легендам предупредил Гогот Гусей из храма Юноны. Отсюда и пошла крылатая фраза «А Брен пощадил Рим не от хорошей жизни, а из-за свежего римского войска у себя на флангах». Но так или иначе, агрессивные варварские племена не раз стирали перспективные города-государства. И Рим в этот год легко мог стать одним из них. Как и чуть позже во время войн с Карфагеном. Как и чуть раньше во время войн с Латинами. В общем, священной коровой в мировой истории Древний Рим не является. Мир без него мог обойтись. И тут-то и начинается самое интересное. Обычно в подобных роликах мы сглаживаем углы и показываем, что история сама себя балансирует. Да и вообще, не все так однозначно. Мир без Первой мировой легко мог прийти к гораздо более страшному конфликту. Америку все равно бы открыли рано или поздно. А развал Российской империи тоже не является однозначно позитивным или негативным событием. Только вот с Римом все иначе. Один миллиард людей, говорящих на языках из романской группы, не даст соврать. Испанский, французский, итальянский, португальский и другие языки являются официальными в 60 странах. И все до единого корнями уходят в латынь, которую в свое время успешно ассимилировала и широко внедрила Римская империя. Настолько, что вплоть до начала 19 века вообще все научные работы продолжали писаться на латыни. Просто потому, что так все знали, что ученые со всех уголков планеты их поймут, дополнят и, возможно, продолжат работу. А это, друзья, гораздо важнее. Бог с ней с бытовухой. В средние века француз из Парижа мог приехать в деревню в 100 километрах от города и ни слова от ее жителей не понять. В той же Российской империи супруга Николая I общалась с ним только на французском, что было нормально, ведь только с этого самого Николая русский и стал основным языком при дворе. В быту люди уж как-то доразобрались бы, а вот в науке нет. Об открытии нового света все узнали только из отчета о Мириго Веспуччи на латинском. Гуманисты Томас Мор и другие умы, начавшие эпоху Возрождения, строчили трогательные тексты только на латыни. До чего уж там первый русско-китайский документ 1689 года был написан на латыни. Просто, чтобы все было удобней. Без латыни с трудом представляется глобализация, избавление от феодализма и, что главное, совместная работа ученых. Исаак Ньютон заявлял, что видел дальше других только потому, что стоял на плечах гигантов. Теории гравитации и электричества разрабатывались поколениями. Мог бы ученый из Италии, не знавший французского, доработать труд погибшего коллеги из этой страны? Конечно же нет. Можно, несомненно, предположить, что без Рима нишу универсального языка занял бы другой. И это прекрасно работает на примере современного английского. Легко представить, как его нишу занимает испанский или китайский. Только вот в чем загвоздка. Перед латынью не было никого. Термин «язык» международного общения латынь и открыла. И эта задачка совсем другой сложности, как минимум намекающая, что даже в лучшем случае в мире без Римской империи мировую науку откинула бы на пару сотен лет. Подели, дели, дели. Цену по четвертям подели. Не откладывай сразу, купи. Подели, дели, дели. С Подели от Альфа-банка забирайте покупку сразу за четверть цены и платите без переплат равными частями. Выбирайте магазины на подели.ру. Дальше еще хуже, ведь мы ступаем на почву религии, 33% населения планеты. А через чье громадное государство с влиянием на всю Европу христианство проникло сначала туда, а потом и в ее вассалов. Все верно через Рим. И одному, простите за богохульство, Богу известно, что было бы с христианством без Рима. У ацтеков тоже довольно популярная религия была. И где она находится сейчас? Константин Великий в 313 году нашей эры начал процесс конвертации языческого Рима в христианство. И куда он нас привел, тоже расписывать не стоит. Стоит лишь отметить, что христианство – это не только религия. Это и первые в современном понимании банки, которые основывала церковь. Это и вообще вся политика средних веков. А частично и нового времени. Это и объединившая молодые Соединенные Штаты Америки вещь. Это и наука, ведь вопреки расхожему мнению, как раз церковь ею и занималась. Про христовые походы, ставшие катализатором глобализации и современной торговой системы, вообще молчим. Правда в том, что эффект, который оказало христианство на планету, фактически неизмерим. И от этой темы плавно переходим к другой. Ведь был и арабский мир со своей религией, который с 622 года буквально за несколько столетий аннигилировал весь Ближний Восток, Северную Африку и даже часть Европы. Причем слово «аннигилировал» негативной окраски не несет. Ведь одно дело завоевать и совсем другое установить свой уклад жизни. Как раз это арабским халифатам сделать удалось блестяще. Возьмите тот же Египет, который тысячелет поклонялся фараонам, но с арабских завоеваний и до сих пор хранит одни и те же традиции. Посмотрев на карту современного распространения ислама и сравнив ее с арабскими завоеваниями, вы увидите, что эффект от них продолжается уже полтора тысячелетия. Это была не просто грубая сила, а наука, развитая культура, торговля и прочие-прочие вещи, которым люди потянулись самостоятельно. Подробнее об этом мы говорили в ролике о золотом веке ислама, а сейчас отметим, что на континентальную Европу различные версии арабских халифатов ворваться тоже хотели. В Испании, на Крите и множестве других территорий у них даже получилось. Почему не получилось везде? Да потому что Римская империя все еще стояла. Правда учебники ее почему-то называют Византией. Даже осколок, потерявший территории Запада арабским халифатам тысячу лет успешно противостоял, а теперь представьте, что его не было, а вместе с ним не было и королевств Франков, Священной Римской империи и прочих-прочих лотарингий, которые по факту являлись осколками Рима, а их правители старались чтить традиции Рима и называли себя его преемниками. Весь фундамент европейской государственности построен исключительно на осколках Древнего Рима. И есть большая уверенность, что без этого всего для арабских завоевателей, по крайней мере центральная Европа, представляла бы из себя сладкий бублик. Она собственно еле-еле отбилась от куда более слабой Османской империи в 1683. А без фундамента Рима бог знает, сколько времени потребовалось бы германским племенам на создание государственности. В реальной истории они просто брали все от Рима, заворачивали в национальную упаковку и пользовались. В истории без Рима все пришлось бы изобретать с нуля. И сколько бы этот процесс занял и получился бы под натиском более развитой цивилизации арабов – вопрос огромный. Разрядить обстановку может разве что колониализм, распространение религий и общие культурные нормы. Почти все статьи и ролики на тему мира без Римской империи отмечают, что без Рима этих фундаментальных для западного мира понятий в головах людей не было бы. Но здесь можно поспорить. Колонии в Крыму были и у древних греков, а финикийцы доплывали аж до Канарских островов. Преследовали и сжигали иноверцев даже племена майя и ацтеков. Желание найти землю, где трава зеленее и унизить всех, чье мнение отличается от твоего – это, по нашему скромному мнению, общечеловеческие понятия, которые вложены в нашу психику на сотни тысяч лет раньше основания Рима. В конце концов, по всей планете как-то расселились не то что наши предки, но и неандертальцы с денисовцами. В общем, открыли бы Америку и без Рима – это не проблема. Самая страшная проблема в другом. Мы можем прикидывать альтернативную историю мира без радио, умных трусов и аниме, потому что у нас есть исторические прецеденты. А Древний Рим – это государство, которое делало многие вещи впервые, по крайней мере в масштабе ранее до Рима невиданном. Децентрализация, пенсии, юридические нормы, отпуска, праздники, мировой язык науки и прочее, прочее. Представить мир без этих вещей тяжело просто потому, что наш мозг к ним привык и не может найти вменяемого примера или прецедента. Наша ставка в том, что в мире без Римской империи, доминирующие в Средиземноморье греки, рано или поздно создали бы нечто вроде Александра Македонского 2.0 с таким же большим, но таким же краткосрочным государством. Затем большая часть разрозненных племен Европы была бы покорена в арабских завоеваниях. Если Золотой Век Ислама не закончился бы так обидно. Возможно, что мир сейчас был бы на таком же уровне прогресса, но с другим менталитетом. Если бы Золотой Век Ислама закончился так же, как и в нашей реальности, то мы сейчас переживали бы нечто вроде Ренессанса и только-только готовились открывать паровые двигатели. А что думаете вы? Оставляйте свое мнение в комментариях и до новых встреч, друзья!